Алматинские экоактивисты бьют тревогу. Город затянул густой смог, а в воздухе витает запах гари. Тяжелее всего приходится жителям нижней части города. Они вновь вспомнили о респираторах. Почему ситуация так резко изменилась и как местные власти решают извечную проблему с вредными выбросами, расскажет Александра Солмина. Вот эти данные на карте загрязнения насторожили алматинцев пару дней назад. Показатели содержания одних из самых опасных частиц. ПМ-2,5 в воздухе 700 и 900 микрограммов. При среднесуточной норме в 35. Да и черное облако над некоторыми районами на картинке тоже добавило ужаса. Горожане волнуются не зря, говорит экоактивист и создатель портала Павел Александров. Таким воздухом дышать нельзя. Но и это еще не предел. В этой зимой будут дни более грязные. То есть я бы не говорил, что это рекордные. Но это один из самых грязных дней. Я бы так его назвал. Проблема в том, что этот повышенный фон наблюдается на протяжении длительного периода. То есть он воздействует на организм человека, на здоровье в течение продолжительного времени. И это наиболее опасно. Но в прошлом году фиксировались уровни 1300 микрограмм на кубический метр. В самый грязный день в Алматы, в воскресенье, рассказал экоактивист. В будни, судя по обновлениям портала, ситуация не так страшна. Хотя превышение есть. И это видно по смогу, который белой пеленой накрыл город, говорят жители. Если в центре особого дискомфорта из-за него не ощущают, то в нижних частях задыхаются от запаха гари. Мы были на Коктебе. Хотели на фоне города посниматься. Ну, как в дыму плохо, не видно ничего. Задымленный город. Мне кажется, нечистый воздух. Например, я медработник на работе. Вот каждый второй заходит, у меня что-то голова болит. Измерьте, пожалуйста, давление с этим проблемам. Нижняя часть города, да, он чувствуется тяжеловатый такой, когда особенно машин много. Воздух в Алматы на самом деле загрязнен, признают в Казгидромете. Но не настолько, чтобы паниковать. По городу у специалистов установлены 16 станций, которые непрерывно мониторят все изменения. По нашим данным, за период с 15 по 17 ноября содержание частиц ПМ2 и 5 в воздухе около 990 микрограммов. Это невысокое загрязнение. В шесть раз больше предельно допустимой концентрации. Высоким оно считается, если превышает ПДК в 10 раз. А тревогу стоит бить, если разница будет как минимум 20-кратной. И такая ситуация продержится около двух суток. Каждый день на дороге Алматы выезжают больше 700 тысяч автомобилей. 200 тысяч из них иногородние. Активисты даже предложили запретить въезд машин из других регионов. Но это нарушение прав водителей. И проблему запретам не решить. Сейчас отопительный сезон начался. В отопительный сезон воздух намного грязнее становится. Так как у нас большинство отапливается твердым топливом. Частный сектор плюс ТЭЦ-2 у нас, он еще не перешел на газ. Еще большую роль играет автотранспорт. В холодный период двигатели намного больше работают. И как бы выбросы, соответственно, еще больше. Поэтому в мегаполисе строят развязки и стараются развивать общественный транспорт. За счет обновления автопарка выбросы вредных веществ снизили больше, чем на 2000 тонн. По мегаполису с недавнего времени курсируют 10 автобусов третьего поколения. Вопросы с ТЭЦ тоже уже решают. ТЭЦ-2 сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, которое находится на рассмотрении. ТЭЦ-1 полностью функционирует на газе. Значит, имеется 79 котельных, из которых 76 уже работают на газе, одна котельная на электричестве. Две будут переведены, можно сказать, до конца текущего года. Также предусмотрен вывод особо, так скажем, загрязняющих предприятий, вредных предприятий за пределы города до 2025 года. И, конечно, дышать алматинцам помогают новые деревья. В ближайшие три года высадят около миллиона. А уже через пять лет доля вредных выбросов снизится до 46 тысяч тонн, обещают в Экимате. Это на 60% меньше сегодняшних показателей. Александра Салмина, Нурдауля Джексубаев, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар-24.